Здравствуйте, это пилотный подкаст экологического объединения Биллона. Меня зовут Никита Петров и я в студии с Дмитрием Горчаковым, экспертом атомного проекта Биллона. Весь год мы пристально наблюдали за деятельностью российской госкорпорации «Росатом», и организация выпустила 4 документа, 3 доклада и 1 рабочий документ. Они лежат здесь у меня на столе, и сегодня мы будем их обсуждать. Казалось бы, зачем подразделению Норвежской экологической организации заниматься мониторингом российской атомной корпорации? Дело в том, что Биллону связывает с Россией большая история в 30 лет взаимной деятельности, международной помощи, которую Биллона помогала привлекать для решения радиационных и ядерных рисков. Но эти отношения были не идеальными. К сожалению, в 90-е организацию преследовали, и многие из вас помнят знамятое дело Александра Никитина. Сейчас ситуация повторяется, потому что началась в Украине война, Биллона приняла решение закрыть офисы в России, и через некоторое время она была признана нежелательной. И в этих условиях наш атомный проект, которому тоже практически исполнилось 30 лет, должен был быть переосмыслен, и мы это сделали, и он претерпел значительные изменения. И мы сегодня будем обсуждать, что мы делаем в рамках этого проекта. Сегодня мы сфокусированы на ядерных и радиационных рисках, исходящих из России, и мы пытаемся анализировать, как другие страны зависят от Росатома. Я предлагаю начать с краткого описания того, что сегодня из себя представляет атомный проект Биллона. Да, всем привет. Я надеюсь, из этой серии подкастов получится большая длительная серия, где мы сможем более подробно рассказывать о текущей деятельности в привязке к каким-то новостным событиям. Сейчас мы действительно можем обсудить то, что мы сделали за последнее время. Я сам к Биллоне присоединился не так давно, но я прекрасно знаю Биллону, что она делала в России, и, конечно, она всегда занималась вопросами ядерной и радиационной безопасности. По большому счету, она продолжает этим заниматься. Естественно, после начала войны Биллона ушла из России, она не может работать непосредственно внутри России, заниматься внутренними проблемами и взаимодействовать с властями для эффективного решения этих проблем. Но она по-прежнему занимается крупнейшими и наиболее важными событиями в области ядерной и радиационной безопасности, которые связаны с Россией. Это все, что сейчас происходит в Украине. Там, к сожалению, в ходе этой войны, которая длится уже почти два года, происходят очень важные события, именно влияющие и потенциально способные вызвать крупные ядерные и радиационные аварии. В первую очередь, это захват Запорожской АЭС, который уже почти два года находится в оккупации и до сих пор остается в очень тяжелом состоянии. Мы пристально за этим следим, за то, что происходит на ней, что-то может вызвать опасения. Мы рассказываем об этом в своих самых разных форматах, своих информационных материалов. Мы следим за целым ситуацией в Украине на других ядерных объектах. Был захват Чернобыльской АЭС, есть и другие атомные станции, которые подвергаются опасностью. Биллона отлично понимает, что такое Росатом, что он из себя представляет, что он может делать, что он делает реально. И в ходе этой войны, как он участвует и как он задействован в оккупации ядерных объектов и так далее, и в тех действиях, которые проводит российская власть, а Росатом — это госкорпорация, это продолжение российской власти. И она, естественно, эта рука, эта часть, этот инструмент активно задействован в ходе этой войны. Мы смотрим за тем, что он делает и в Украине, и в других странах, поскольку в ходе этой войны мы увидели, в общем, это было, конечно, ни новость, ни секрет, но в ходе войны все открылось такими более яркими красками, посветилось различные международные проекты и различные степени возможности влияния Кремля через экономические рычаги, политические рычаги, технологические в разных аспектах, в энергетике, в углеводородных экспорте, в экспорте других ресурсов, от которых другие страны зависят. И, естественно, в атомной отрасли, в которой Россия очень сильна, она очень активно присутствует на мировых ядерных рынках и западных в том числе. И это, естественно, тоже используется как элемент давления на Запад в ходе этой войны, которая теперь переросла в активную. Вот за всем этим мы внимательно следим. Мы действительно выпустили, как ты сказал, уже 4 документа, и еще есть серия целых работ, например, атомный дайджест, который мы выпускаем регулярно, ежемесячно, где более активно описываем текущие события. Вот этим всем мы занимаемся уже почти 2 года. Дим, как ты считаешь, какое количество сейчас экспертных институтов, организаций вообще нацелены на те же темы, что и мы? Сколько вообще людей в мире следят за госкорпорацией Росатом? Это довольно узкая тема. С одной стороны, атомная отрасль в целом, и это мне хорошо известно и по работе внутри России, не так много специалистов, которые хорошо разбираются в этой тематике. Они хорошо друг друга знают, это, скажем так, широко известные люди в узких кругах. За рубежом тоже именно узкоспециальных организаций, которые этим занимаются, не так много. И которые предметно занимаются тем, чем делает Россия, тоже не очень много. И экологических и так далее. Из России многие из них выдавили, как и Билону в том числе. Есть несколько, естественно, академические институты, естественно, ряд регулирующих органов, которые следят за тем, как деятельность в их стране касается России и так далее. Они есть, но их не очень много. Дело в том, что эта тематика, атомная тематика в целом, она очень мифологизирована. Поскольку не так много специалистов, которые понимают реально, как это устроено, но очень много людей, которые опасаются по этому поводу. И вот интерес такой более широкий, у широкой аудитории, но менее профессиональный, он, конечно, большой, огромный. Он зачастую связан с какими-то событиями происходящими. Ну, естественно, захват, первые в истории мира захват атомной станции обсуждали все, абсолютно все. Не только ученые, экологи и так далее, специалисты, которые тоже были к этому не готовы, но и широкая общественность. И до сих пор есть огромный спрос именно у широкой общественности для того, чтобы понимать, что происходит, когда что-то случается в этой сфере. Когда почему-то не вводятся, допустим, санкции на РУСА, несмотря на то, что на многие аспекты влияния России на Европу санкции наложены. Или не санкции, а просто идет добровольный, скажем так, отказ каких-то стран сотрудничать. Хорошо, да, мы об этом еще поговорим. Это новые условия для нас. То, что мы работаем извне. Как ты считаешь, ухудшился ли у нас доступ к информации? Или мы работаем с открытыми источниками, как и раньше? Все-таки раньше Биллона была частью общественного совета Росатома. И Александр Константинович Никитин возглавлял комиссию по экологии. И была возможность взаимодействовать с Росатом, была возможность получить какие-то цифры, которые, может быть, не всегда были даже доступны для публики. И проводили совместные мероприятия. Сейчас мы все это потеряли. В связи с тем, что Биллона не сотрудничает с государственными российскими органами, закрыла офисы и признаны нежелательными. Как можно работать извне с такой сложной темой? Да, я сам тоже сотрудничал и с общественным советом, как привлеченный независимый эксперт. Вот, скажем так, конечно, внутри России тогда, до войны, с учетом влияния возможностей Биллоны, было гораздо больше ресурсов и возможностей как-то повлиять на конкретный проект. Но дело в том, что сейчас немного сместился фокус работы Биллона. И мы не настолько уже занимаемся внутренними вопросами Росатома, хотя, конечно, за ними следим, сколько занимаемся в том числе и внешними вопросами. Но проблема работы с информацией, она появилась не сейчас. Атомная отрасль и России, и если мы сейчас посмотрим на то, что делается за рубежом, она везде довольно закрыта. Это большая проблема. Мы, конечно, работаем с открытыми источниками. Мы неплохо ориентируемся в открытых источниках внутри России на русском языке. В этом наше преимущество. Биллоны, которые сейчас работают в Европе, рассказывают о Европе, о России, мы хорошо понимаем, где эту информацию можно найти. Есть ряд не таких уж открытых источников. Контакты все равно сохраняются, но, тем не менее, нет контактов официальных. Мы, конечно, не работаем с официальными властями или представителями, с самим Росатомом напрямую. Но мы примерно понимаем, как можно найти какую-то косвенную информацию и грамотно ее проанализировать. Не всегда достаточно просто найти информацию. Нужно понять, что она означает. Но, как я сказал, есть сложность работы и с европейской атомной промышленностью. Она тоже предпочитает не рассказывать всего, что может принести какие-то проблемы и сложности. Есть коммерческая тайна. Есть коммерческая тайна, которая, конечно, никогда не была тайной, что она тайной остается и будет. И мы не рассчитываем на то, что она будет раскрываться. Это нам не так уж и нужно. Но есть много вещей, в которых можно сделать мировую атомную отрасль более прозрачной. В том числе и в данной ситуации, в том числе до решения этой проблемы, когда Европа оказывается зависима от Росатома и не хочет раскрывать, почему это происходит. Как этого избежать? Хорошо. Начнем с того, что вызвало наибольшее беспокойство международного сообщества. Помимо того, что началась война, и это возмутило очень многих, мы увидели во время этой войны захват реальных объектов. Это произошло впервые в истории человечества. Как отреагировало сообщество на это? Может быть, в разных стран были разные мнения на этот счет? И какой сейчас диалог ведется для того, чтобы ограничить подобные акции в будущем? Ну, отреагировали все, конечно. Это был шок для всех. Я напомню, что захват Чернобыльской атомной станции, не действующий, но все-таки это атомная станция, это не просто исследовательский центр. Там четыре энергоблока, один из них разрушенный, он закрыт саркофагом. Там, конечно, войдутся в основном сейчас много исследовательских работ, но это атомная станция, пусть и остановленная. Она была захвачена в первый же день войны. То есть шок от самой войны, он затмевал, конечно, вот эту ситуацию захвата атомной станции, но атомное сообщество, конечно, следило именно за этими вещами, профессионально пытаясь следить. Захват Запорожской АЭС случился там буквально через две недели, по-моему, когда дошли там уже где-то в марте. Это был шок. Это был шок для всего мирового атомного сообщества, в том числе для различных надгосударственных организаций, например, МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, которое призвано следить за безопасностью на ядерных объектах по всему миру, за процессами, связанными с нераспространением ядерного оружия. А любой ядерный материал, в том числе на атомной станции, обогащенное топливо, это материал, за которым МАГАТЭ следит, чтобы он никуда не пропал, чтобы это не использовали в нехороших целях. И выяснилось в ходе, вот за эти два года войны, что у МАГАТЭ нет никаких инструментов для работы в такой ситуации. Это была очень сложная и остается сложной и тяжелой ситуацией для мирового сообщества. Нет инструментов влиять, но, к счастью, конечно, много критики есть в адрес МАГАТЭ, что они делают недостаточно. Мы всегда хотим чего-то больше, мы всегда хотим чуда, мы хотим, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Но МАГАТЭ все-таки смогли. Это, наверное, усилия их главы, Рафаэля Гросси, которого тоже критикуют со всех сторон. И из России, и из Украины, и со всего мира. Он оказался достаточно дипломатичным для того, чтобы получить доступ к Запорожскому. Он смог каким-то образом все-таки добиться того, что спустя полгода, но все-таки на Запорожскую АЭС высадилась миссия МАГАТЭ. Там присутствуют инспекторы МАГАТЭ с сентября 2022 года, уже больше года. Да, они не могут остановить войну, они не могут заставить российские войска уйти с этой станции. Но я напомню, что все-таки в Украине нет никаких других международных организаций, наднациональных, которые могли бы и пытаются делать что-то подобное. По крайней мере, МАГАТЭ это дополнительный, уже больше года, источник относительно независимой информации. Есть, конечно, информация с российской стороны, которой хотите верьте, хотите нет, но для анализа она все-таки нужна. Есть информация с украинской стороны, которой тоже есть ряд вопросов. Это заинтересованные стороны. Надо понимать, это война. Первая жертва войны, помимо человеческих жертв, это правда. Каждая сторона использует информацию. МАГАТЭ позволяет получать еще один такой источник информации. Если мы вернемся к первым дням войны, получается, что Росатом, возможно, был в курсе того, что собирается делать российская армия или нет. Потому что для захвата исследовательского комплекса все равно нужно получить какую-то примерную карту этой территории. Знать, что там находится внутри. Знать, какие помещения занять и так далее. Как ты считаешь, Лихачев или какой-то в начале Стороса там вообще понимал, что произойдет в феврале? Хороший вопрос. Я не хочу гадать. Не факт, что были в курсе, но мы не знаем этого. Я так понимаю, что даже внутри России для многих это решение о начале этой войны оказалось большим сюрпризом. Просто мы должны понять, как Росатом постепенно включался в эту войну. То есть это, скорее всего, не с первых дней было. То есть это тоже был некий шок. Слушай, один такой забавный штрих. Знал об этом Росатом или нет, но два их сотрудника на Ровенской АЭС оказались в это время. Они сопровождали топливо, которое отвозили. У России и Украины были и до сих пор остаются очень тесные связи кооперационные в атомной отрасли. Россия поставляла ядерное топливо на Украину. И там два сотрудника Росатома остались в Ровенской АЭС. И первое, чем занимался Росатом, он кричал о том, что у нас взяли двух заложников. Ну то есть, может быть, они и не знали. Я просто скажу, что там российская армия, когда она заходила в Чернобыль, может быть, им и не обязательно было знать там все помещения. Они не сильно там лазили внутри. Они же захватывали не для того, что им нужен этот объект. Чернобыльская АЭС — это такой головная боль, чемодан без ручки. Он не вырабатывает энергию, это не проблема. Они просто шли через него, потому что это ближайшая точка в сторону Киева, со стороны Беларуси. К вопросу о том, что Беларусь активно задействовала. Вот Лукашенко точно знал, что будет это, потому что российская армия зашла со стороны Беларуси через Чернобыльскую станцию. Потом уже они там немножко ходили, но они даже не ходили там, когда мы уже смотрим дальше, анализируем, в том числе в ходе нашей работы, анализировали, что они там делали. Они не сильно лазили там по каким-то, то есть, хранилища ядерного топлива, например, они так и не зашли за все это время. Им просто нужен был коридор для прохода. А цифры в 100 миллионов евро ущерба, которые... Слушай, там пограбили все. Российская армия, как мы видим, на всех оккупированных территориях, помимо того, что натворила ужасы в отношении мирного гражданского населения, вся история с Бучей и так далее, они же грабили и выносили все, что можно. Ну и в том числе в Чернобыльской, и в Чернобыле, и в Припяти, и так далее. А что можно было вынести из этого комплекса? Я понимаю, там вытаскивали компьютеры. Любая техника, похожая на что-то современное, я уж не говорю про макбук, который стоит у тебя на столе, его бы точно утащили. Ну там просто мониторы какие-то, жесткие диски, все вытаскивали. Ну а какая информация была на жестких дисках? Это важная информация для России была или нет? Я не думаю, не думаю. Слушай, Россия активно была вовлечена во многие процессы научные, исследовательские и так далее. Она была задействована в том числе в этом проекте новой арки, нового саркофага над 4-м энергоблоком Чернобыльской станции, который закрыт там в 16-м году. Поставили новую эту арку, огромный международный проект, где Россия в том числе участвовала финансово. На самом деле тема Чернобыльская АЭС отдельная, и у нас мы документировали это внимательно в одном из наших рабочих документов «Троль Росатома войны». Да, есть отдельный документ, я могу прокомментировать, что он как раз посвящен... Один из первых мы его выпустили в этом году, автор Чарльз Дикс. Американский журналист? Да, да, редактор нашего сайта, который тоже пристально следит за новостями международными, связанными с атомной деятельностью. Вот он как раз описал хронологию, собственно, что происходило на ядерных объектах, и какова там была именно роль Росатома. Это чисто такая хронологическая история. На Запорожской станции история продолжается. Российские военные покинули Чернобыль, но Запорожская остается в заложниках. И на самом деле эта история достойна отдельного подкаста, я считаю. И может быть мы отдельно об этом поговорим. Но сейчас самое важное, о чем, мне кажется, стоит сказать, что на станции продолжают работать люди, которые уже работают сколько? Почти два года под долгами. Как все оккупированные территории, там остаются украинские граждане, они все, по сути, в заложниках, потому что любое там подозрение даже в какой-то сочувствии там Украине, а как вы можете не сочувствовать? Вы живете в этой стране всю свою жизнь, возможно, да? И сотрудники атомной станции Запорожской АЭС, которые сейчас находятся под оккупацией, на территории, которая оккупирована, они тоже там продолжают работать украинский персонал. Их активно за это время, за эти два года, были разные периоды, когда-то наиболее активно их к этому склоняли, какая-то часть успела уехать. Там не так много осталось персонала. Это тоже проблема, потому что это действующий ядерный объект, его нельзя закрыть на ключе и оставить. Там остаются люди, и, по большому счету, те, кто не уехал и остался там, может быть, часть из них это сделала не потому, что у них не было возможности, а потому что они чувствуют ответственность за это. Но у них есть огромный риск. Если их будут подозревать в том, что они как-то помогают Украине или даже сочувствуют, сможет случиться самые страшные вещи. Они случались. Там люди погибали, они пропадали. И там работают не... Это, конечно, скорее всего, этим, конечно, не занимается не Росатом. Росатом контролирует атомную станцию, ему ее передали в управление. Там есть и российский персонал, там есть и российский менеджмент атомный из Росатома. Там бывший инженер Балаковской АЭС, которая конструкционно очень похожа на Запорожскую, он сейчас возглавляет юрлицо, которому передали управление атомной станцией. Там есть, в общем, управляющий персонал, который теперь ответственно принимает решение за то, что делать. При этом юридически в начале, я помню, что Росатом пытался как-то дистанцироваться от этой станции, а не зарегистрировали какое-то юрлицо, которое не имело отношения. Ну да, вообще это, кстати, к вопросу о том, насколько Росатом был в курсе, какие у них были планы. Можно отметить, что до осени 22-го года, то есть первые полгода войны, даже чуть больше, Росатом старался так тихушничать. Они как бы подчеркивали, мы помогаем, мы обеспечиваем безопасность. Они всегда вот так вот рассказывают такие красивые слова, что мы здесь вообще, как бы, мы не украли атомную станцию. Не мы ее захватили, там, военные, по крайней мере, пришли. Что-то тут доля правды есть. А мы тут так просто консультируем, помогаем, с таким, немножко таким оттеночком, как будто украинцы сами не справятся. Ребята, она там 30 лет без вас работала. В том был период, когда уже с осени, когда уже приехала миссия МАГАТЭ, и с ней тоже связана отдельная история, потому что ее не очень хотели пускать, потому что там наличие инспекторов МАГАТЭ могло как-то легализовать этот статус. Это то, что как будто все нормально, а все ненормально. Но, тем не менее, в общем, все-таки лучше, чтобы они там были, чем чтобы их не было. Но осенью, да, когда, это же было одновременно в октябре 22-го года, когда Путин провел эти фейковые референдумы, подписал, изменил Конституцию России, вообще-то, добавил вот эти оккупированные территории. К вопросу о том, что Россия там кого-то освобождает. Да нет, оккупировали территорию и у себя приписали. То есть мародерство на государственном уровне. И точно так же атомную станцию передали в федеральную собственность, создали отдельный ФГУП, то есть передали ее Росимуществу, якобы она теперь принадлежит России, но никто в мире этого не признает, и МАГАТЭ этого не признает, и продолжают называть ее украинской. Только Россия считает ее российской. Хорошо, я предлагаю посчитать то, что Россия уже сделала. Соответственно, мы говорим о порче оборудования в Росфе, мы говорим о захвате заложников, захвате ядерных объектов, и некоторых экспериментах, которые происходили на Запорожской станции с глушением реакторов, эксперимент с Каховской ГЭС, который закончился ее подрывом. Мы не знаем, как на самом деле там все было, но мы понимаем, что это тоже был определенный риск для атомной станции. Все эти вещи, они квалифицируются как ядерный терроризм? Это можно использовать как критерии юридические для этого? На мой взгляд, и это мнение мы внутри атомной группы, внутри Белона, насколько я понимаю, разделяем все, что в принципе заход вооруженных лиц, неважно официальных, неофициальных, а в данном случае это официальная российская армия, заход их на ядерный объект уже сам по себе акт ядерного терроризма. Все, что дальше, это просто добавление к этому огромному списку. И здесь можно не разделять особо детали. Это делает Россия, это факт. Дальше надо просто разбираться, кто конкретно, какие представители. Ну, нельзя обвинять вот всех просто скопом, да. Мы же тоже с тобой, мы с тобой граждане России, да. Есть разные подходы, когда можно обвинять всех россиян в том, что сейчас происходит. Это неправильный подход. Но искать конкретных ответственных лиц, которые принимали решения, отдавали приказы, участвовали на объекте в тех или иных действиях. Все это надо расследовать, и это наверняка может привести в международных трибуналах и так далее к конкретной квалификации по разделу ядерный терроризм. Как ты считаешь, Запорожская АЭС это сейчас влиятельный инструмент в руках российского режима на ЕС и на политиков в Украине в том числе? По-разному. Естественно, это в каком-то смысле большой козырь в руках Путина. Естественно, он там принимает решение о том, как глобально с этим объектом поступить. Росатом в данном случае, естественно, выполняет эти все указания. Они решают, как реализовать то, что им могут спустить. Это огромный инструмент, рычаг давления, может быть, на Украину и на Европу в плане запугивания. А запугивание это и есть терроризм. Вы пугаете. Это грязная бомба потенциально. Грязная бомба. То, что там может случиться. Типа, не подходите нам, не пытайтесь контратаковать, не пытайтесь вообще нам сопротивляться, иначе мы не отвечаем, что здесь случится. И было много таких периодов, когда были очень серьезные опасения и у нас, и у Украины, и у международного сообщества, что там может что-то случиться. Это же все именно терроризм и пугание, потому что это именно рассчитано на психологический такой эффект, на политический эффект, чтобы обвинить другую сторону, что ты это сделаешь. Они же не говорят открыто, мы взорвем, не делайте ничего, иначе мы взорвем. Нет, они могут что-то организовать и обвинить в этом Украину, и тем самым подорвать отношение к ней, помощь к ней со стороны Европы. И Европа, они рассчитывают, что Европа тоже будет бояться, и США, что, может быть, не стоит так помогать Украине, иначе там эти русские что-то сделают на атомной станции. В этом смысле это, естественно, остается очень таким опасным инструментом. Важно заметить, что сейчас наступает зимний сезон, и Запорожская сдавала около 20% электроэнергии, и сейчас мы видим очередную серию атак на инфраструктуру энергетической Украины. И это действительно тоже серьезный козырь в борьбе в этой войне лишить людей доступа к электричеству. 20% — это очень большие цифры. Хорошо, я предлагаю закончить с этой темой и перейти к следующей. Если вы хотите узнать больше о событиях в сфере ядерно-радиационной безопасности, то вы должны знать, что Белон следит за этим в России и в Украине. У нас есть атомный дайджест, на который вы можете подписаться. Здесь в углу у нас появится QR-код, по которому вы можете перейти. А если вы нас слушаете, вы можете найти ссылку в описании. Также вы можете зайти на сайт Белона.ру. К сожалению, он сейчас недоступен на территории России, но вы можете использовать VPN. Если вы не знаете, как пользоваться VPN, просто напишите нам на rusobakabellon.org, и мы пришлем вам все необходимые материалы. Дим, давай поговорим о том, что представляет Росатом сегодня. Это наследник гигантской атомной военной структуры Советского Союза. Что сегодня себе представляет Росатом? Ты прав, что Росатом в этом году отметил 16 лет в новом юридическом статусе. То есть эта госкооперация была организована, создана в 2007 году. Но это действительно наследник еще советского атомного проекта. Было огромное министерство Минсредмаш, который содержал в себе все эти ядерные проекты, в первую очередь, конечно, военные. И Росатом до сих пор этим занимается. Это надо понимать, что в некоторых аспектах Росатом нынешний, он сочетает в себе гораздо больше функций и возможностей, и ответственность за большие вещи, чем в свое время даже Минсредмаш. Потому что Росатом сейчас это тот же самый ядерно-оружейный комплекс, который создает и поддерживает ядерное оружие. Это надо понимать. Это одна госкорпорация. Это особенность России, что в России несколько экономика управляется вот такими крупными конгломератами корпораций, которым отдано все. И там нет разделения. Вот есть военная часть, а есть мирная часть. Внутри Росатома есть, конечно, но внешне это одна госкорпорация. То есть когда какая-то компания в Европе общается с главой Росатома, обсуждает мирный проект, надо понимать, что этот же глава корпорации, каждый раз, когда он встречается с президентом, первое, что он отчитывается, а он регулярно все встречается, он отчитывается в том, что в гособоронзаказе, то есть в ядерном оружии у нас все выполняется в срок и вовремя. Это первое, что он отчитывается президенту. Так вот, но есть, конечно, и огромная мирная часть. Здесь тоже с советских времен, по сравнению, например, с космической отраслью, тоже было такое в советское время министерство, но мы видим, что в современной России это не так уж сильно сохранилось и точно не сильно приумножилось. То есть здесь уже частные американские компании. Мы сегодня сюда с тобой приехали на Тесле. Илон Маск обошел Россию по космонавтике легко. А вот в атомной отрасли компетенции Советского Союза России удалось сохранить и приумножить. Это потому, что Рогозина не было в качестве главы госкорпорации Росатома. Не знаю, может быть. Не будем добавлять очков товарищу Кириенко. Он, конечно, человек умный, но мы видим, что он при этом довольно беспринципный. Который сейчас, который возглавлял, при нем создавался Росатом. При нем эта корпорация долгое время работала и стала тем, чем она стала. И до сих пор она ее курирует, будучи уже работая в администрации президента. И неся полную ответственность, в том числе, за то, что сейчас происходит в Украине. Это единственная крупная отрасль, которая не развалилась с Росатома Советского Союза. Как ты считаешь? Ну, я бы не сказал прям единственная, но по ней видно, да, что она смогла сохранить многие вещи и преобразовать их в современную крупную международную корпорацию. Это правда. Очень короткая технологическая база Росатома. Все-таки это больше советские разработки сейчас? Или Росатом способен к инновациям? Ну, слушай, все технологии, особенно в такой консервативной отрасли, как атомная, они и должны быть наследием чего-то предыдущего. Это залог в том числе и безопасности. Так что это нормально. Там есть много технологий. Не надо думать, что это прям только то, что и Савка. Нет, они много сделали реально сейчас. И почему они сейчас занимают многие важные аспекты на международном атомном рынке, и что сейчас оборачивается плохой стороной? В том числе потому, что они вкладывали все это время. У них очень много денег, у них очень много людей, у них много технологий. И они их вкладывают, и они не просто их сохранили, они их действительно развивают. Очень много государственных денег. Или они много зарабатывают? В том числе. Это госкорпорации. Они и зарабатывают, и получают очень много. То есть здесь некое сочетание. С экономикой здесь сложно разбираться, потому что в России с экономикой вообще сложно разбираться. Но это деньги в том числе и государство. Государство дает Росатому, как госкорпорации, выполнять часть задач, которые она считает задачами государственной важности. Например, развитие СИОМОР-пути, развитие каких-то технологий, с помощью которых в дальнейшем они планируют опять же выходить на мировые рынки и так далее. В это вполне могут вкладываться в том числе и государство, поддерживая это и субсидии. Мы видим, что Росатому сейчас очень много отдают. Они занимаются в том числе и ветряными станциями, и такими вещами, которые вроде бы атомная корпорация не должна заниматься. С чем это связано, как ты думаешь? С тем, что просто крупная бюрократическая структура начинает владеть сущностью, чтобы привлекать больше денег? Или просто это действительно Путин или кто-то видит, что вот этим людям хоть что-то можно поручить, и они там не разворуют, не развалят? По крайней мере, значит, во внутренней российской иерархии у них хорошие показатели, они на хорошем счету, раз они продолжают давать, иначе бы не давали. Это только внутри России. Они берут, и во время войны мы видим, и вот часть наших документов этому тоже посвящена, например, документа о милитаризации Росатома. Мы видим, что все больше и больше полномочий ему отдают. То есть они занимаются уже и там утилизацией отходов нерадиоактивных, опасных и так далее, и так далее. Берут сейчас всю логистику, вот последний месяц новости, что они там логистические компании себе, все ему отдают, причем те, которые лишились, значит, предыдущие владельцы лишились их не самыми законными способами. То есть разные механизмы там задействуются. Они отвечают за севморпуть и логистику, поэтому севморпуть. У них две задачи – зарабатывать и выполнять разные государственные заказы, поручения и функции. И важно, я просто здесь добавлю, что важно среди этих государственных функций не только работа внутри. Это может быть даже не так важно, но работа в том числе и снаружи. Как мы видим, как я уже сказал в самом начале, Путин использует многие рычаги. Чем он может влиять на мир, тем он и влияет. И экономика, и ресурсы – это один из рычагов. И влияние Росатома, как крупной корпорации, у которой есть технологии, которая может их как-то применять, за счет плюс сочетания бюджетного финансирования, выдачи кредитов государственных для реализации этих проектов, это один из инструментов в том числе международного влияния Росатома, России и Кремля. Росатом – это сейчас компания номер один по строительству АЭС за рубежом в мире. Больше строит только Китай, но Китай строит внутри себя, а Росатом строит не столько внутри, сколько за рубежом. И все эти проекты, естественно, для многих стран это крупнейшие проекты сотрудничества России и этой страны. Взять, например, Египет или Бангладеш, где Росатом строит атомные станции. В Индии и Китае тоже строят, конечно, они и сами для себя строят, но все-таки это крупнейшее ядерное сотрудничество между этими странами. Турция, другие страны, Венгрия, как мы видим, где сейчас Росатом, он хочет строить, ему пытались помешать европейцы, но ничего не могут сделать, и этот проект все-таки продолжается. Да, но мне кажется, мы должны быть честными, потому что, например, Франция или другие страны, обладающие тоже атомными технологиями, они тоже строят свои станции на территории других государств. И они, возможно, тоже используют это во время дипломатических переговоров, как ты считаешь? То есть это не такой ноу-хау нашей страны. Просто понятно, что у нас это более ярко выражено, потому что мы ведем очень агрессивную внешнюю политику. Как я и говорил, рассказывая о роли, допустим, Росатома в войне в Украине, это инструмент. Вопрос в том, есть ли у вас такой инструмент, насколько он хорош для выполнения своих функций, насколько он заточен под эту задачу. И второе, с какой целью вы это делаете. Одно дело экономическая деятельность, укрепление какой-то там дружбы, сотрудничества между странами. Ну, не секрет, действительно, американская компания Вестингаус, которая построила в свое время, или по ее технологиям построена половина всех атомных станций в мире, ну да, это влияние США, да, это укрепление сотрудничества США. Те страны, которые, когда вы реализуете какой-то атомный проект, вы строите атомную станцию в какой-то стране, вы понимаете, что, и тем более, если ее устроит другая страна для вас, да, вы понимаете, что эти две страны, они заключают некую сделку, некое сотрудничество на многие десятилетия вперед. И вы не можете этого сделать, если вы не уверены в своем партнере. Это вопрос, как бы, доверия и так далее. Можно это назвать влиянием, можно назвать это влиянием каким-то пагубным, но это взаимный процесс. США или Франция, окей, они строят атомные станции за рубежом, но у них меняется президент, он не сидит там десятилетиями, он не захватывает соседние страны. Поэтому, почему бы нет, у вас есть некие рычаги влияния, у вас есть некая гарантия от того, что это не будет потом использоваться против вас. Какое влияние сейчас оказывает Росатом на страны Европейского Союза? Это хороший вопрос, который тоже напрямую связан с войной в Украине, и который мы тоже анализируем, пытаемся понять. Да, Росатом не строит атомные станции в Европе, за исключением в Венгрии, где они пытаются сейчас только начать, и за исключением в Финляндии, где Росатом хотел строить атомную станцию, был проект АЭС Ханхикиви до войны, но в первую же неделю, в общем, он был отменен, и Финляндия в одностороннем порядке сказала, нет, мы не будем этого делать, потому что мы не хотим атомную станцию от России, которая так себя ведет. В остальных странах Росатом не строит, потому что в Европе, в принципе, не очень много строится атомных станций, это единичные проекты, и строит их не Россия. Но все-таки атомная промышленность в России активно там присутствует, потому что в Европе четверть, чуть меньше четверти всей электроэнергии, это атомная энергия, то есть там все-таки много атомных станций, пусть построенных не Россией, около ста энергоблоков. И прямо сейчас атомная индустрия заявляет, что они собирают как минимум удвоиться или утроиться даже в энергетике. Да, вот эти крупнейшие страны, там США, Франция, Великобритания, другие части из них, где есть крупнейшие, собственно, представленные атомные станции, атомная промышленность в целом, не только станции, они рассчитывают не только оставлять, но и даже увеличивать. Это отдельный вопрос, но я не закончил о том, что текущее влияние, скажем, Росатома на Европу, на ЕС, оно в ядерно-топливной сфере, то есть в поставках топлива. В разных конфигурациях природного урана, услуг по обогащению, конверсии, эти все процессы нужны для создания ядерного топлива из урана. Нельзя просто уран лопатой загружать в реактор. Нужно сделать довольно сложное инженерное сооружение, которое делают не так много компаний в мире. Росатом одна из них. И есть ряд, опять же, к вопросу о советском наследии, много его сегодня обсуждаем, ряд атомных станций. Я назову эти пять стран Евросоюза. Это Финляндия, АЭС Лавииса, у них есть еще другие АЭС, но вот советская, у них там Лавииса. Есть Болгария, есть Чехия, Словакия и Венгрия. И там станции построены когда? Примерно в какой период? В советское время они построены, да, там 80-е примерно. Были еще, были атомные станции советские, например, в Литве. В этих же странах были еще энергоблоки, но их закрыли. Когда там развалился Союз, когда они стали вступать в Евросоюз, и им сказали, когда им дали денег, когда им сказали, мы считаем там по европейским нормативным требованиям, вот эти там реакторы, они небезопасны. А почему венграм не сказали это, например, и другие? Нет, всем сказали, но вот видишь, 19 осталось. Это более современные из тех, которые были построены. Например, в Литве был реактор РБМК. Это такой же тип реактора, как в Чернобыле. В Чернобыле закрыто не только потому, что там авария. Из четырех блоков, там четвертый взорвался, но остальные три работали вообще-то до 2000-х годов. И они работали. И закрыли их только уже по решению Украины. Их, в общем, не сильно заставляли. То есть даже потенциально Агнолинская АЭС, может быть, можно было модернизировать эти блоки и безопасно их эксплуатировать? Это было политическое решение. Литва выбрала путь в сотрудничество. Она вступила в ЕС. Одним из условий было закрытие этой станции, потому что ее считали небезопасной. Возможно, в текущей ситуации они бы тогда, конечно, не зависели в поставках топлива из России, потому что для такого типа реакторов только Россия делает. Такой тип реакторов сейчас эксплуатируется только в России. Хорошо. Три станции. Насколько наличие атомной станции в твоей стране влияет на твое мышление в отношении России? Все-таки атомная станция, она есть, она дает электроэнергию, но это же не вся твоя экономика. У тебя есть какая-то все-таки независимость или нет? Ну, это даже по-разному. Даже в тех странах, которые зависят в поставках топлива из вот этих пяти, потому что мы видим Венгрия, которая сотрудничает там и защищает Россию, и Путина, и там недавнее, буквально несколько дней назад, решение там по статусу Украины и Молдовы, Венгрия точно так же была на стороне, по большому счету, России. Это не столько связано с атомной станцией, потому что посмотрите на Чехию, или, например, на Болгарию, Финляндию, наличие там советского атомного реактора, для которого до сих пор используется советское, российское ядерное топливо, нисколько не мешает им вводить все санкции и критиковать Путина и так далее. Или посмотрите, например, ну, есть страшные ситуации. То есть, тем не менее, все эти страны, включая Венгрию, даже Венгрия, они за время войны начали искать альтернативное топливо. Как страны ЕС отреагировали на войну в Украине? У них были уже отлаженные цепочки. Я так понимаю, что топливо нельзя поменять просто так на станции? Нельзя. Как постепенно ЕС стали заниматься этим вопросом? Действительно, с началом войны как реагировали? Реагировали оперативно, но не всегда правильно. То есть ввели огромное количество санкций, и мы видим, мы с тобой, как граждане России, можем это прекрасно ощутить, что не все из них, скажем так, преследуют те цели, для которых они вводились. Конечно, было понимание, в чем конкретно большая зависимость Европы от России, это нефть, газ и так далее. И даже от этих вещей отказались не сразу, сильно не сразу. Но понимали, что это первое, в чем, во-первых, Европа зависит, а во-вторых, чем она финансирует Путина. Это очень важно. Сотни миллиардов долларов ежегодно, евро, в Европе, и до сих пор направляются Путину, финансируя, естественно, эту войну. Поэтому рубили, в первую очередь, вот эти вещи. Атом в деньгах это не так много, несмотря на то, что я написал 19% реакторов и так далее. И Росатом сколько зарабатывает на внешних рынках? На внешних рынках порядка 10 миллиардов. Это уже по сравнению с 300 только в Европе, а Росатом в целом по миру 10. Из этих 10 миллиардов чисто в Европе на вот эти топливные всякие поставки один, максимум два. То есть в деньгах это несопоставимо. Это на два порядка меньше, чем Европа платила Путину за нефтегаз. Хорошо. И Европа отказывается? Каким образом? Нет до сих пор никаких серьезных официальных санкций со стороны Евросоюза на Росатом. Есть отдельные там санкции на персональные, какие-то на отдельные институты, которые напрямую связаны, например, с ядерно-топливным циклом. Там два исследовательских центра в Сарове и Снежинске, которые занимаются исторически и до сих пор разработками и совершенствованием ядерного оружия, но еще куча всего помимо этого. На них введены санкции, но они не поставляют никакую там особую продукцию в Европу в каких-то больших количествах. Хотя наверняка какие-то отдельные аспекты есть. Но в отношении там самого Росатома и поставок, например, поставки урана в Европу для атомной энергетики промышленности Европы до сих пор легальны и допустимы по законодательству. Но вот эти отдельные страны, конкретно вот эти пять, которые топливо закупают, действительно нельзя просто так за один день выгрузить российское, загрузить американское, даже если у американцев есть такая технология. Для каждого реактора все равно нужно провести массу процедур лицензирования, испытаний, адаптации под конкретную конфигурацию, адаптации под конкретные нормативные акты, документы и так далее. Но тем не менее эти страны запустили эти процессы. Они требуют нескольких лет, но уже со следующего года, с 2024, в ряд этих стран начнет поставляться американское топливо. Этот путь, который Украина уже частично прошла. Украина уже там более 10 лет, ей понадобилось довольно много лет, минимум 10 лет на то, чтобы половину своей атомной энергетики, у них 15 энергоблоков, так вот 7 из них, по-моему, если не ошибаюсь, до войны, до начала войны, уже работали на американском топливе. Они начали этот процесс, но он требует времени. Мы видим, что Украина даже в мирное время. А сейчас идет война, и вот эти страны, они за очень короткий сжатый период времени пытаются найти другие поставки. Есть еще момент, что это топливо, а, допустим, там закупки урана до сих пор продолжаются, и никаких пока не видно подвижек о том, чтобы они снижались. И компания Юренко еще отправляла объединенную гистофториту урана к нам на дообогащение, и эти проекты тоже существовали до войны. Что сейчас с ними? Отправляет ли Европа нам что-то? Потому что это тоже волнует общественность. Сложно сказать точно. По-моему, были заявления, что эти проекты завершились, мне кажется, они и были рассчитаны примерно на окончание где-то в 22-м году и так далее. Но они не такие по объему и по деньгам, и по процедурам, но компания, например, Арана французская, она до сих пор работает с Росатом. Они тоже не очень любят отражать это на своих публичных годовых отчетах, но мы видим, что проекты, которые они начинали, например, связаны с тем же гиксавторидом. То есть они поставляют оборудование. То есть в чем-то французская атомная промышленность лучше, чем российская. И поэтому Росатом, несмотря на все свое желание быть там супер-пупер в чем-то и так далее, покупают у французов установки для преобразования гиксавторида урана в более стабильную форму. И мы видим по новостям Росатома, что этот процесс продолжается. Технологии и оборудование поставляются. Поэтому вот есть сложность. Есть публичные заявления компаний, в том числе европейских, о том, что мы прекратили работу с Росатомом. Санкций нет, но общество требует. Политики требуют. Сделайте что-то. Иногда они требуют чего-то, и ради этого делаются какие-то необдуманные шаги. Но там просите узнавать у атомных компаний, а вы продолжаете работать с Росатомом? Логичный вопрос. Мы видим ответы публичные, но мы не знаем, насколько они соответствуют реальности. Поэтому важно здесь работу вести с двух концов. и исследовать, что делается в России, что делает Росатом, и смотреть, что делается в Европе. Итак, если мы подведем итог вот этой части нашего разговора, санкции невозможно просто так набросить, да, на атомную индустрию. В то же время надо понимать, что эти санкции, если они будут введены, они будут продолжаться длительное время. Некоторые санкции, по примеру Кубы, например, мы видим, или Ирана, они могут длиться там десятилетиями. Даже если в России изменится власть, и у нас будет новый какой-то период потепления в отношениях, это не факт, что эти санкции снимут. Потому что так уже будет удобно мировому рынку. Да. Потому что по-новому все поделено. То есть это некая зона турбулентности, в которой в том числе Россия вошла со своей сумасшедшей внешней политикой. И за это, может быть, будет расплачиваться даже следующее поколение, которое совершенно не поддерживает то, что сейчас происходит. Да, даже нынешние поколения, которые это совершенно не поддерживают, тоже на себе это ощутят. Поскольку я знаю, что, например, сотрудники, люди моей специальности, имеющие отношение к атомной отрасли, имеющие образование в этой отрасли, они не могут найти работу в Европе или США. Им не доверяют. Их не пускают в эти проекты. Поэтому действительно Путин подложил, несмотря на все свои разговоры о том, что он пытается бороться за сурвенитет, за будущее России, отстаивать ценности, он губит Россию. Он закрывает ей будущее. Закрывает будущее технологическое и для людей, для молодежи, которые будут жить уже не при нем. Потому что действительно санкций нет. И дело это не в санкциях. Санкции это тоже только инструмент, как и атомная отрасль. Важно остановить эту войну. Санкции это только один из элементов. Я говорю, можно снизить зависимость даже в атомной отрасли без официальных санкций. Принимаете политическое решение о своем строении, как, например, в Финляндии, или в Чехии и так далее. И постепенно меняете свою промышленность. Как, например, в США, которую на днях приняли, там, палата представителей приняла постановление, там, о запрете импорта урана. К нему много вопросов. Там еще пять лет может все оставляться, как оно есть. Но это просто политический сигнал. Это четкий сигнал со стороны политиков, что, ребята, текущая ситуация нас не устраивает. Они говорят своим. Не России. Россия их не слушает. И они не к ней говорят. Они говорят своим, своему рынку, своей атомной промышленности. Ребята, мы знаем, что вы очень зависимы. Да, мы не хотим стрелять себе в ногу. И, как, например, ну, Чехия не может просто перестать закупать российское топливо или не использовать. Половина их электроэнергетики на это завязана. Точно так же, отказ от газа и нефти был очень болезненным для Европы. Но его хотя бы можно где-то купить на стороне, довольно быстро привезти и поменять. Это не ядерное топливо. Для изменений в атомной отрасли она очень консервативная. Это то, с чего мы начали. Нужны годы, нужны технологии. И, главное, нужны инвестиции, а инвестиции любят стабильность. И для того, чтобы пошли туда деньги и инвестиции, нужен четкий сигнал от политиков, что вот такой будет тренд. Вот так это не поменяется. Например, США. Вот через пять лет вы полностью должны отказаться от урана. Это закон. Все. Или точно так же, как в каких-то там других странах и так далее. Это не быстро, но это поменяет мировой ядерный ландшафт. Как бы Росатом не похвалился о том, что да куда вы от нас денетесь? Денутся. Это вещи, которые не быстро меняются, но они меняются. Этот процесс мы даже на интервале два года не сильно его отслеживаем, но мы видим множество сигналов, которые говорят о том, что все это будет двигаться в ту сторону, что Европа будет снижать свою зависимость от Росатома. США будут снижать свою зависимость от Росатома. Даже в тех секторах, в которых Росатом действительно очень силен. В области, например, обогащение урана регулярно сплошные заявления о том, что все участники рынка западной расширяют свою мощность. Они вкладывают в это деньги. Рынок изменится, но не за один год, не за два, но за пять лет мы увидим изменения. Это хорошие новости для суверенитета иностранных государств, но плохие, к сожалению, для граждан России. Плохие для России и в текущем ситуации. Ну, в текущем они проживут. На Путина хватит, и денег Путину хватит, но это будут расслёбывать все будущие поколения, в том числе инженеры российские, в том числе учёные российские, которые долго ещё будут сидеть под санцами и под подозрением о том, что у вас, русских, всегда в голове сидит какая-то нехорошая идея, поэтому лучше с вами не работать. Это наследие Путина, которое он нам оставляет. Итак, я хочу сказать, что это был пилотный выпуск экологического объединения Билона. Следующий выпуск мы хотим посвятить работе Билона в России. У нас есть 30-летний атомный проект, и есть много различных историй, которые мы хотели бы с вами поделиться в следующий раз с Александром Константиновичем Никитиным. А сегодня, я думаю, что мы обсудили то, что хотели, и что бы ты хотел сказать, Дима, в конце, на путь, в той ситуации, в которой мы оказались? Я могу сказать за нас, что мы продолжим делать то, что мы делаем, анализировать участие, собственно, Росатома, и расширять информированность европейского и профессионального сообщества об этом. Хотя есть много групп, которые знают это не хуже нас, но в том числе и широкой общественности, в том числе той, которая и политиков, тех, кто может принимать решения на политическом уровне. Ну и как-то пытаться объяснять, понимаешь, в этих проблемах надо разбираться для того, чтобы не судить скопом, чтобы не отменять всю Россию. Задача любого преступления найти конкретно человека, который это сделал, а не какую-то национальную группу или людей такого же цвета кожи, которых можно обвинить. Вот в этом наша задача. Разбираться экспертно, чтобы решения, которые могут помочь решению этой проблемы окончанию войны, чтобы они были грамотными и достигающими своих целей. Спасибо большое, Дима. И я вас призываю подписываться на наш подкаст, и мы будем работать системно в следующем году. Надеемся сделать много выпусков для вас. Добавляйте его в избранное, и увидимся в следующий раз в нашей студии. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok